так доброе утро дорогие друзья доброе утро как дела все приступаем к обучению приступаем к обучению и так значит мы изучаем я думаю что нас уже большинство постоянные наши постоянные зрители которые постоянно смотрят уроки торы с 10 утра до 10 20 утра значит мы изучаем тору и я это делаю уже знаете сколько лет я это делаю уже более 20 лет более 20 лет и могу сказать что все вот что у меня на сегодняшний день в жизни хорошего есть все что есть хорошего это благодаря тому что я изучаю тору все что есть плохое это из-за того что я нарушаю то что я изучал то есть очень эта система которая работает вот нужно идти прямо жизненный путь как говорил царь соломон на всех своих путях познавая его он говорил бы коль драха ходе у на всех путях познавая его вы у я шер архатеха и бог тогда он выпрямит твоей дорожки то есть у человека пути жизненные пути до жизненные пути это что это глобально знаете глобально что тебе в жизни надо к чему ты стремишься вообще стремишься ли ты к чему-то это такие глобальные твои убеждения до глобальные убеждения зачем жить а кто я кому место в этом мире вообще а есть кто создал это все если душа нет души и так далее то есть как только это глобальные пути и когда ты начинаешь познавать бога на всех своих путях то есть ты думаешь так секундочку этот мир это не просто какая-то сборище животных которые там инфузории туфельки развитые до обезьяны нет этот мир это по образу и подобию бога да весь этот мир это создал творец и есть в этом мире возможность роста развития самореализации ты думаешь а как развиваться и ты начинаешь искать то есть глупо было бы что представить что тот кто создал это мироздание не объяснил как в нем как надо себя вести хорошо в общем мы изучаем с разных сторон тора она безграничная как мир безграничный также тора безграничная поэтому мы изучаем каждый день по 25 минут по кусочку как пазлы такие каждый складывает себе свою картину мира человек живет в своей картине мира человек живет в своей модели мира как говорят у нас в израиле у каждого абрама своя программа и у каждого додика своя методика так вот не только у додика и абрама а у саши пете васи джона стива и даже адриану у всех своя программа и у каждого своя методика просто единственное что что большинство людей свои программы мировоззрения они берут у кого-то то есть мы как покупаем компьютеры с предустановленными уже программами также мы мировоззрение свои получаем предустановленными да то человек заходит мир и он в какой-то идеологической какой-то концепции да то есть родился ты в китае ты титайский коммунист родился ты в ссср ты советский коммунист родился ты в Америке, да, ты бойскаут, этот самый, капиталист с детства, и так далее, понятно, да? Теперь мы изучаем сейчас историю, которая произошла 2400 лет назад на территории нынешнего Ирана, Персия, Иран, то есть это была такая древняя огромная империя, 127, там было стран таких, да, под ее властью, в ней был царь Ахашвирош, который был такой самодержавец, вот я, кстати, сегодня искал, и будет потом, каждому уроку потом есть описание на сайте воикроком, то есть есть видео и описание, и текст, который мы изучаем, все это можно посмотреть по ссылочке воикро.com Значит, я туда добавлю сегодня статья о Сталине, это историческая Виттипедия, нашел статья, как Сталин управлял чисткой, чисткой, то есть вот очень похоже на Ахашвироша Сталин, такой безграничный властитель, который по одному вот так вот жесту мог уничтожать, кого хочет целые народы. Его, значит, это Ахашвирош, у него был Оман, премьер-министр, кстати, интересно, что вот из этой статьи я прочитал, что у Сталина было 4 человека, которые к нему заходили, там даже есть, есть же все эти летописи, и там написано, сколько часов каждый был у него в году, то есть по каждому есть приемные часы, и было 4 человека, которые находились в среднем у него в день от часу до двух в кабинете. Это была его ближняя такая четверка. И, значит, у каждого царя была вот такая ближняя четверка. У Ахашвироша был Оман, это был самый близкий его премьер-министр, который поднялся за счет совета убить Вашки. Это первая жена Ахашвироша, это была внучка, и Сталин умер на пуре, кстати, мы к этому придем еще. Значит, внучка Навухаднацара, это была жена Ахашвироша, и этот Оман посоветовал вначале ее убить. Потом он посоветовал сделать конкурс красоты, выбрать новую жену. И Ахашвирош выбрал себе новую жену, девушку-сироту Эстер, которая была, Эстер это скрытая, да, то есть она не открывала ни из какого она народа, никто, она ниоткуда, но он в нее влюбился, сделал царицей. Теперь, значит, у Эстер был дядя, который ее усыновлял, и который, значит, Мордехай. И этот Мордехай, он, царь его поднял, как опекуна Эстер, но он сидел возле ворот дворца. Мордехай, это я рассказываю краткое содержание того, что мы изучили. Мордехай услышал, как два охранника говорят на своем там удмуртском языке и замыслили убить царя. Он передал Эстер, Эстер доложила в службу безопасности и царю проверили, да, действительно был заговор, хотели убить. Это важная деталь. И их повесили, этих двух охранников. Но царь, он забыл, забыл, не доложили и так далее. Оно записали, но не наградили Мордехай за то, что он раскрыл этот заговор. А Аман, премьер-министр, он поднялся за счет своих советов на самый верх. Он был главный, главный такой советник царя. И царь приказал, чтобы все перед ним кланялись. А все кланялись, а Мордехай не кланялся. Мордехай сидел и не двигался. А почему Мордехай сидел и не двигался? Потому что у Амана были идолы на костюме, одно из объяснений. И он себя самого считал идолом. Вот это главная вещь, главное идолопоклонство людей, это когда человек говорит, это я сделал. Это главное идолопоклонство. Когда он свое эго, полностью искусственное образование, эго человека, его личность, это история, которая живет в голове у человека. Спрашивает человека, ты кто? Я. И вот это его дальше то, что пойдет рассказ, это не более чем набор слов, история, которую он описывает себя, и все. И вот когда человек начинает вот этой своей личности поклоняться, я это сделал и так далее, забывая, что он всего лишь песчинка, пылинка, и тот же Сталин, это просто в истории, это песчинка, пылинка, вообще какая-то грязь такая на стекле, которая уничтожила много людей и исчезла. И Сталин там, ну а был Матидонский, Наполеон, Гитлер, чтобы стерлась его память. Тоже эти все люди, которые просто пылинки. Теперь, значит, этот Аман, он был такой блатной, но пока они были при жизни, они все были блатны. Саддам Хусейн, какой был блатной вообще, там 100 тысяч курдов, говорит, уничтожить их, бах, убили химическим оружием. И вот все эти люди, а потом висел на веревочке и писал штаны, да, то есть Саддам Хусейн, который был там прям супер велите, или там Бин Ладен, который башни близнецы организовал, чтобы сбить, а потом его просто прятался, как крыса, несколько лет везде там полазил по каким-то чердакам, и все равно его в конце поймали и убили. В общем, Аман был из этой истории. Но когда ему Мурдыхай не кланялся, он сказал, все мне не в радость, я должен ему отомстить. Я вот этого вот Мурдыхая, о чем мне не кланяться? Ему говорят, а потому что он иудий. Иудий – это еврей, который служит Богу. Он говорит, а, он еврей, я всех евреев уничтожу. И он, значит, тайно делает приказ. Приходит к царю, говорит, есть народ, надо их перевоспитать. Леабет такое слово использовал, как бы их поменяйте, как бы, чтобы они полностью поменялись. Царь говорит, делай, что хочешь. А что сделал Аман? Он разослал письма, что через год 13-го Адара откройте это письмо, но будьте готовы с войной во все 127 стран. И вот в это число, значит, он хотел, чтобы всех евреев уничтожили. А Мурдыхай об этом узнал. И он сказал Эстер, царице, иди к царю. Эстер, царица, пришла к царю. Царь говорит, что ты хочешь. Она говорит, хочу, чтобы ты и Аман вдвоем пришли ко мне на пир. Значит, они приходят на пир. Царь говорит, что ты хочешь. Она говорит, хочу, чтобы вы второй раз пришли завтра ко мне на пир. Они во второй раз должны вот сейчас прийти. Вот сейчас седьмая будет глава, это второй пир. А между тем, что была еще очень важная деталь. Аман, он что сделал? Аман хотел перед вторым пиром, он был просто на вершине успеха. То есть, он был просто на вершине. Он сказал, вообще, вот это я просто, уже, как такое было выражение, Бога поймал за бороду. Да, было такое дорого выражение. Бога же нельзя поймать за бороду. Но он был просто вообще. И он утром пришел, чтобы казнить Мурдыхая. Он решил у царя попросить, чтобы еще себе поднять настроение, чтобы царь ему разрешил казнить Мурдыхая. И построил виселицу 25 метров. А в это время, в это время царю не спалось, это была шестая глава уже. И он думает, что же беспокойство у него такое-то, какие-то непонятные события. Эстер зовет меня, Амана на пир. Она специально это делала, чтобы у царя возникла ревность. Почему Аман? Что за Аман? Почему царица только меня и Амана зовет? Ему не спалось. Он начал узнавать. Просмотрел свои записи за последние месяцы. Ему не спалось ночью. И оказалось, что его Мурдыхая спас от смерти. То есть он раскрыл заговор. Но Мурдыхая не наградили. И когда Аман пришел просить, чтобы убили Мурдыхая, царь ему говорит, подожди со своей просьбой, ты мне скажи, как наградить человека надо, которого царь хочет наградить. Аман подумал, что это его. Он говорит, как наградить? Одеть царскую одежду, посадить на царского коня. И везти по городу, и объявлять. Вот так делают человеку, которого царь хочет наградить. Царь говорит, отлично. Это сейчас ты прямо и сделаешь. Все по списку. Все, что ты сказал. Иди к Мурдыхаю, и ты это сделай. Аман вообще думает, что, как может такое быть? Значит, но приказ царя. Он прибегает. Значит, Мурдыхая целый день возит по городу на коне. Кричит. Так делается человеку, которого царь хочет вознаградить. Потом прибегает домой. Жена ему говорит, слушай, я тебе говорю, что-то поменялось. Твоя удача не прет тебе. Отстань от Мурдыхая. Он говорит, да как? Нет, это случайность. Я все равно его повешу. И тут в этот момент, когда он говорит, я все равно его повешу. Забегают охранники царя и говорят, пошли на пир. Все, пир начинается. И охранники услышали. Это вот сейчас будет понятно в седьмой главе. Охранники услышали, значит, что Аман говорит, я сейчас на этой виселице повешу Мурдыхая. И вот начинается седьмая глава. И пришли, значит, царь Ахашвирош, царь в золотых одеждах, в короне, такой прям. И Аман, его премьер-министр, Древняя Персия, 2400 лет назад, пить вино с Эстер царицей. И сказал царь Эстер. Ну, говорит, вот уже второй день мы пьем. Второй день мы пьем на пире. И, значит, какая твоя просьба, Эстер, царица? Давай, я тебе дам, он говорит. И какая твоя просьба до полцарства я тебе дам? Вот прям проси до полцарства. Царь ее любит, она ему нравится, она скромна, никогда ничего не просила. И тут она такая, прямо первая к нему пришла, говорит, приходи на пир, все. И сказала Эстер Амалка. Если я, говорит, Мацати Хэн Бенеха, если я нашла милость в твоих глазах. Вот обратите внимание, как красиво раньше разговаривали женщины с мужьями, да, с царем. Она ему говорит. Если Мацати Хэн Бенеха, если я нашла милость в твоих глазах. Если для царя будет хорошо, так она свою просьбу начинает. Если для царя будет хорошо, значит, дай мне просто жизнь мою и спаси мой народ. Вот так вот она ему говорит. Он, ну, не понял. Она продолжает. Ти ним карну они вами. Проданы мы были, я и мой народ, чтобы нас уничтожить и убить, и всех потерять, Леобет. Если бы в рабов и рабынь нас продавали, я бы молчала, она говорит. Потому что мое страдание и моего народа, это ложь авэ. Это, говорит, вообще даже это не сравнится, чтобы царю хоть испортить настроение. И чтобы был царю хоть небольшой ущерб от этого. Но убить нас хотят, она говорит. Меня, говорит, царицу. И, значит, весь мой народ хотят просто убить. И сказал царь Ахашвирош. И сказал Эстер царице. Такой красивый оборот такой. Миузе. Он говорит, кто это такой, он говорит. В ЭЗУ. Кто он вообще такой? Как это так вообще? Тебя хочет убить. И народ целый хочет убить. Значит, в ЭЗУ. Ашер Малу Леболя Асоткен. У которого в сердце вообще пришло, в мысли пришло сделать это. А Аман, он же был очень хитроумный. Он, когда царю это все рассказывал, то это было... Вы знаете, интересно, когда фашисты уничтожали евреев в концладерях, то они показывали всему миру, что это ладеря трудовые. Они не показывали, что они уничтожают. То есть, они годы-годы скрывали, уничтожая всех женщин, детей, стариков. Полтора миллиона детей они убили в концладерях. Они миру пытались все это скрыть. Они, то есть, там, ну, специально сжигали трупы, там, в концладерях и так далее. Это ужас был. И было в концладере такой, как был барак показательный, где жили евреи, которых показывали, там, Красному Кресту, представителям других стран. Он, типа, нормально, вот они, да, мы их изолировали, но мы их не убиваем. Вот то же самое, когда Аман хотел уничтожить весь евреиский народ, он царю сказал, что мы их изменим. Мы их изменим, то есть, Леобет, это как бы мы их старый ход жизни, мы изменим, значит, и они будут жить по-новому. Но он, по факту, когда царь ему дал свою печать и говорит, делай, как ты хочешь, по факту он хотел их уничтожить всех. И он разослал письма, чтобы их убили. Это стало известно Мурдыхаю и Эстер, всем евреям. И, значит, когда Эстер рассказал об этом царю, он говорит, кто это такой? И сказала Эстер, сказала Эстер, человек, притеснитель и враг, Аман Аразе, вот этот Аман, злодей, вот этот. И она на него прям пальцем показала. В Аман, Невад, Мелефне, Амелах, Вамалка. И потерялся Аман перед царем и царицей. Значит, почему он потерялся, объясняют мудрецы. Если бы, и это был замысел Эстер, почему она два дня их вместе поила и держала вместе? Если бы она отдельно сказала царю, что Аман вот рассказала бы всю эту историю. Потом бы царь поговорил с Аманом. Аман бы сказал, ну да, действительно, все, что я про них говорил, а он говорил, что они там царя не слушают, законы не соблюдают и так далее. Все это правда. Я хотел царю сделать лучше, но не хотел его расстраивать, хотел уничтожить самый вражеский народ. Теперь, но при Эстер он не может этого сказать. Потому что вот стоит Эстер, которая из этого народа, самая скромная, самая честная, самая духовная девушка. И таких там 99 процентов. И что? Значит, он не может сказать царю, что он был прав. Теперь, но если он скажет, что он не знал, что Эстер из этого народа, и он преувеличил, что, ну, наговорил, наговорил, что это неправда, что это плохой народ, тогда получится, царь ему скажет, так ты меня обманывал. То есть, именно из-за того, что была и Эстер на месте, и царь, у него не было что сказать. То есть, он не мог сказать, Эстеру не мог сказать, ой, извини, я ошибся, все исправлю, я сейчас разошлю другие письма, я же не знал, что ты еврейка. То есть, он не мог ей так сказать, потому что тогда царь ему скажет, ты что вообще делаешь? А если бы он сказал, нет, да, это я правду говорил, это плохой народ, тогда Эстер бы ему сказала, ты чего, вот я здесь стою, я еврейка, я из этого народа. В общем, он написано, потерялся, потерялся перед царем и царицей, и встал царь в гневе, и он был пьяный еще. Это был второй замысел Эстер, их напоить, чтобы когда царь будет пьяный, то пьяный человек, он, естественно, более импульсивный, и, значит, эта история, она сразу же, ну, сразу все будет понятно. Царь встал в гневе от Миште Аяен, он был пьяный, и вышел он, куда он вышел, он вышел в садик, то есть, была там такая рядом, ну, как это был дворец, и там был какой-то сад, такое насаждение. Вышел он туда, прям выскочил на воздух. А Аман этот, он вскочил, чтобы просить, он думает, ой, Эстер одна осталась, и я сейчас ее уговорю, сейчас я ее... И он, значит, подскакивает к Эстер, и говорит, вот, прости, говорит, ну, все, не виноват, я же не знал, там, все. Значит, и он подскочил к Эстер просить за себя, значит, потому что видел, что на него, значит, идет зло от царя, что царь на него очень сильно разгневался. Теперь царь вернулся из садика в комнату, где они пили, а Аман в это время упал на кровать, на которой Эстер была. Они же пили на кроватях, это же был Вавилон, у них такие были лежанки, и они на этих лежанках, им приносили маленькие такие вот подносики, на подносиках было там вино, еда, и они лежат на этих лежанках и кушают, значит. И Эстер тоже возлежала на лежанке, в это время Аман подскативает к ней, чтобы упасть перед ней на колени, значит, и что? Но в это время заходит царь, в это время заходит царь, и сказал царь, а, говорит, ты еще хочешь сейчас ликвожита молка, ликвожита захватит царицу, или убить, или изнасиловать, в общем, он прям на нее прыгнул. И ми-бабайт, он говорит, со мной в доме, ты еще на царицу напрыгнул, вообще, что творится? И, значит, и вышло слово из уст царя, и, значит, лицо Амана, оно хафу как бы упало, упало вообще у него лицо, он, упало у него лицо, все, у него все упало у Амана в этот момент. И сказал Харбона, а Харбона это был охранник, спецназовец, охранник царя, который всегда был рядом с ним, и которого царь послал привезти Амана как раз на пир. И сказал Харбона этот, один из охранников царя, а он говорит, мы когда зашли, там еще была виселица, виселица, и, значит, которую сделал Аман Мурдыхайл, который говорил хорошо на царя, и который, значит, его спас царя, да, от смерти раскрыл заговор, а Аман хотел его повесить, и стоит эта виселица, 50 локтей, 25 метров, и сказал тогда царь, повесьте его Амана на этом дереве. И повесили Амана на этом дереве, которое он подготовил Мурдыхаю, и гнев царя, яроцаря утихла. Седьмая глава мы закончили. Представляете, представляете, как мы видим из этой истории, в Медвад Истер ни разу не упоминается имя Всевышнего. Но мы видим, как все законы работают, мера, которую человек меряет, меряет ему. Он хотел повесить Мурдыхая, на этом же дереве повесили его, и так далее. То есть все возвращается, все зло, которое человек задумал на других, оно потом на него возвращается, не на него, так на его семью, на его детей, и так далее. То есть человек, который делает другим зло, он потом зло это и получает. Это факт, это так устроены духовные законы. Мы видим, как замысел Амана, который был на вершине власти, который, казалось бы, что все, ничего не может его остановить, в один момент все рушится. Как было со всеми злодеями, как рушились империи злодеев, как последний был Гитлер, чтобы все рвалось его имя, который хотел захватить весь мир, тысячелетний Рейх, самая мощная страна. 12 лет, и не осталось вот этой страшного сна, ничего не осталось. Понятно. Значит, завтра будет продолжение, это еще продолжение будет. Завтра 8 глава, потом 9, потом 10, потому что письма-то уже ушли, и письма во все службы безопасности КГБ всех стран 127 ушли, что 13 числа месяца Адар нужно будет подготовиться к войне, раскрыть письмо, и будет написано, кого убивать. Там дальше очень интересно. Все, удачи, всем успехов, хорошего дня. Все, делаем добро. Делайте добро, это самая выгодная инвестиция. Делать добро людям, служить Всевышнему, благодарить Всевышнего. И это лучшее в долгосрочной перспективе, что может человек сделать. Соблюдать заповеди. Как говорил царь Соломон, совдавар, в конце концов, все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек. И за все, там дальше есть последняя строчка в Экклезиастии, и за все Бог приведет на суд. За все скрытое. И за хорошее, и за плохое. Ну ладно, я не буду, я уже много раз говорил, почему за хорошее тоже приведет на суд. Потому что уже на высоких уровнях очень важно, с каким намерением ты делаешь хорошее. Потому что можно сделать хорошее с намерением хорошим, да, помочь. А можно сделать хорошее с намерением плохим. Но все равно надо лучше делать хорошее. Все, всем удачи, успехов. Пока, хорошего дня.